Девушки отдыхают Зато мы дозвонились до Алексея Валерьевича Журавка, который эти темы освещал, поднимал несколько лет назад, говоря киевлянам и жителям других городов, ребята, не надо говорить, что война где-то далеко на Донбассе, война придет в ваши города, в ваши дома, она коснется и опалит каждого. Вот сейчас она уже обожгла одну семью. Трехлетний ребенок был убит, расстрелян в автомобиле. Кем? Представителями правого сектора. Теми, кто воевал в АТО. Теми, кого лично Порошенко награждал орденами и медалями. Алексей Валерьевич, приветствую. Приветствую вас. Объясните, пожалуйста, вот сколько еще смертей должно быть уже не на Донбассе, уже на остальной территории Украины, чтобы эти люди поняли, что война пришла к ним в дом вместе с американцами, вместе с Нуланд и с Порубиями еще там, на Майдане 13-14 года. Сергей, конечно, к сожалению, и мне грустно говорить, но знаете, есть буберан, свойства буберан. Вот это все возвращается с Донбасса в ту сторону, где контролирует украинская так называемая власть. Власть ничего не контролирует. Будет хаос, разруха. И это факт. Я предупреждал раньше людей и говорил, ваше молчание – это согласие на погибель. Ваше молчание – это хаос, беда и трагедия. С меня все смеялись. Ведь это не только единичный случай, вот ребенка застрелили. Конечно, это горе большое. Детская смерть – это для меня трагедия. Да и вообще смерть – трагедия. Но ведь Майдан эту трагедию принес. Я говорю, что скоро начнет беда стучаться в каждый дом. Что ни день, какие-то ужасные, вопиющие факты. Там магазин взорвали. Там банк взорвали. Там атошник гранату взорвал, есть погибшие. Там, будем за электроэнергию, кто-то не рассчитался, атошник расстрелял человека в ногу. И это повседневная жизнь. Страшно то, что Украина начинает привыкать к этому. Идет полное обесчеловечивание. Это раз. Страшно то, что сегодня прямо можно говорить, что рост радикализма не 2%, не 3%, как утверждают. А вдумайтесь, 26%. Даже если взять от 25 миллионов жителей, вы представьте себе, что будет в будущем. Это на минуточку. И это факт. Поэтому я исхожу из того, что происходит, что трагедия и развал Украины продолжатся. И в этом виноваты даже мирные люди. И в этом виноваты великие города. Харьков, Одесса, Киев, которые продолжают потыкать этим уродышам, которые творят беспредел. Вот и все. Алексей Валерьевич, когда из России звучат голоса разума, вот спикер Государственной Думы Володин говорит, ребята, Украина расколется, развалится. Не делайте так. Это плохо. Ему в ответ руководитель Министерства внутренних дел Украины говорит, что вы нам там рассказываете. Я русский, украинский, русскоязычный украинский националист. И мы тут все тралевали, сделаем. То есть вы нам не мешаете. А в это же время, что внутри Украины делается? Они не нацистов, не радикалов, не террористов к ногтю прижимают, что должен был бы делать именно Аваков. А Зеленский дает поручение министру культуры Владимиру Бородянскому подготовить законопроект о уголовной ответственности и журналистов, и блогеров, которые пытаются открыть рот и предупредить изнутри страны. Как Володин из России, так вот ребята изнутри Украины, ребята страшно идет, катастрофа грядет, убийства идут, все остальное прочее. Так вот, чтобы об этом не говорили, о тарифах молчали, о геноциде молчали. Для этого Бородянский и его команда сейчас создают новый закон, будут привлекать к уголовной ответственности блогера за слова предупреждения о том, что недопустимо устраивать преступления на государственном уровне. Что касается Собакова, Аваков Собакова, это ж убийца, бандит. Он развалил всю инфраструктуру полиции, как он назвал для меня, милиции. Он привел страну к хаосу. Кто контролирует терботальоны? Он. Что вы хотите? Это один ответ. Второе. Зеленский наступает на те же самые грабли, которые творил Порошенко. Но давайте будем говорить так. Если Володин сказал, некоторые регионы уйдут, то я конкретно скажу. Вы доскачетесь, досутитесь в 95-м фортале. И я могу сказать, какие области. Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Мариуполь, Мелитополь, Харьков, Донецкая область. И даже Киевское область. Они доскачатся. Терпение рано или поздно заканчивается. Просто это все настолько болезненно пройдет. По кровавому сценарию. И я об этом всегда говорю. Поэтому, ну что ж, Зеленский превращается в кровавого клоуна, о котором я вам ранее говорил. И я остаюсь на своем же мнении. И при своем мнении. Поэтому мне абсолютно все равно. Рано или поздно этот нарыв должен грохнуть и лопнуть. Но столько будет этого вонючей смеси, что вы просто не представляете. Да, да. Алексей Валерьевич, вот опять-таки, что говорит Бородянский. Если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например, призывает к вражде, то понесет за это ответственность. Блогер раньше нес, теперь понесет еще более строгую. Не только штрафы, но и уголовную ответственность. То есть, в тюрьму залетит. Смотри, вот украинский блогер задается вопросом. Ребята, а как же так? Террорист, осужденный за подготовку теракта, могли погибнуть десятки людей от взрыва, освобожден по обмену. И сейчас этому террористу вручают звание почетный гражданин города Парижу. И вот человек просто задается вопросом, а как же так? Убийца становится почетным гражданином Парижа. Вы его возите по всем выставкам, как обезьянку, как картину какую-то непонятную. И пышаетесь им. Но он же убийца, он же террорист. От того, что вы им гордитесь, он не перестал быть террористом. Сергей, мир сходит с ума, особенно Украина. Становится в большой дом дурдом. Понимаешь? А надо сегодня вокруг странам, которые находятся вокруг Украины, надо уже думать какое-то противоядие, против этого дебилизма и шизофрении. Вот это вот самое страшное. Пусть этот министр посмотрит на пятый канал, посмотрит на того Дроздова, долбленного, долбленного во Львове. И те каналы закрывают. Они гоняются за блогерами. Вот там разжигается смерть, ненависть, террорист. Что касается Сенцова. Но они с ним допляшутся. Вот самое страшное, что, видите, та же самая Франция потыкает. Хотя она должна его немедленно арестовать, задержать и посадить. Они ему дают еще какую-то лейбу почетного города. Но это вообще мрак какой-то, мракобесие. Больше никак не назвать. Алексей Валерьевич, ну тут меня что радует. Вот пишет этот опять тот же Бородянский. Говорит, наш народ неграмотный, медиа безграмотный. 92% людей украинских не умеют отличить настоящую украинскую правду от москальской неправды, от фейков. А это значит, что надо граждан Украины защитить от этих фейков. Если блогер или журналист говорит то, что невыгодно, ту правду, которая неправда, а которая москальский фейк, то этого блогера надо посадить в тюрьму, заткнуть, и чтобы он не смел говорить. То есть украинцы, по мнению Бородянского, такие тупые, что не понимают, что то, что говорит власть, это правда, а то, что говорит оппозиция или блогер, или Россия, это фейки и ложь. Поэтому надо заткнуть это все, чтобы не дай же ж бог вот эти фейки не проникали в сознание украинцев. Мало того, что они задурили людям головы за 6 лет, так они сейчас будут сажать любого, кто откроет рот и посмеет людям, правда, сказать хоть капельку. Сергей, это необъяснимо, но факт. Вот понимаешь, вот когда дурак в министерстве сидит, а он хочет, чтобы выше него какой-то умнее, но дурак не выходил. Что вы хотите? Ну, в любом министерстве сегодня рассажены просто соросят от дебилят. Они выполняют функцию определенную, от дурманивания народа. И что вы хотите? Мы умного ничего оттуда не получим. А человек-то должен извлекать какую-то информацию, которая дает справедливая эта информация или не соответствует действительности. Поэтому в любом случае, как бы они не запрещали, запретный плод, он всегда слаще. Запрещать можно сколько угодно, но вода везде найдет лазейку, везде дырочку найдет, чтобы просочиться. И чем сильнее будут закрывать правду, тем правда сильнее будет пробиваться через любые стены. Мы это в свое время, к сожалению, прошли в Советском Союзе, когда ставили фильтры защиты от западного влияния, называли это железным занавесом, а он проржавел, он не выдержал, потому что напор был настолько мощный. Но вот тот негативный напор, к сожалению, только сейчас мы поняли, что железный занавес был нашим бронежилетом, но не выдержал. Коротка оказалась кольчушка. А вот эти сейчас на своем дурацком уровне думают, что против правды можно поставить свой занавес. Но мы помним, какие бронежилеты Аваков поставлял в украинскую армию, которые прокалывались карандашом. Неужели они думают, что от правды они этими бронежилетами закроются? Нет, правду не скроешь, и правда победит. Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное. Еще раз огромное спасибо за поддержку, оказываемую вами Мехти Феофановичу Лагунову. Я вот только не устаю репостить ваши материалы на разных языках, призывы освободить этого замечательного человека из тюрьмы. Но надеюсь, что и это правда пробьется, и Мехти Феофанович выйдет на свободу при жизни, желательно в начале, может быть, следующего года. А если попадет под мед, то может и в этом году. Я надеюсь, что все-таки мировое сообщество обратит внимание, что это самый пожилой человек, политзаключенный, и что все-таки проснется хоть какая-то искрка совести, они обратят внимание на тот беспредел, который творится на Украине, и все-таки этот дедушка выйдет. Конечно же, для страны это позоришь. О какой мы можем говорить демократии, и о каких ценностях человеческих мы можем говорить, если Европа закрывает глаза. А сейчас я могу только единственное попросить ваших телезрителей, моих слушателей, попросить, чтобы зашли на мои социальные сети, взяли этот перевод и максимально сделали репостов, потому что мы не должны допустить, чтобы дедушка ушел из жизни именно в тюрьме. Он должен быть на свободе. Я надеюсь, что ему и здоровья хватит. Я надеюсь, что он переживет, к сожалению, эти все трагические дни. Ему могу я только пожелать здоровья. Конечно, мне, как человеку, инвалиду, без рук, без ног, на это все противно смотреть. Неужели вы, вот люди в Харкере, в Одессе, вот так затупились? Ведь можно всеми вместе выйти, а они ничего не сделают. Я понимаю, вы там ищете лидера. Да не надо искать лидера. Ваш собрат, ваш гражданин, ваш, будем говорить, однополчане, а это ваши дедушки, бабушки, вот это первое. И есть то, что и есть обесчеловечивание. Потому я прошу, если вы так не можете выйти поддержать этого дедушку Седова, который много хороших дел сделал для нашей страны, великой, того Советского Союза и даже Украины. Хотя бы возьмите, репостните на английском языке. И чем больше узнают об этом дедушке там, тем лучше для него, как говорится, боритесь за свою жизнь. И не падайте, Бог. Алексей Валерьевич, еще раз спасибо. Ну а для тех, кто хорошо владеет французским языком, у меня вот какая просьба. Дорогие друзья, переведите это и отправьте, я не знаю куда, на электронную почту, на еще какую-то почту в мэрию города Парижа. Есть там такая женщина, Анн Идальго, мэр этого города. И поставьте рядом два портрета. Мехти Лагунов, прекрасный ученый, человек, который воспитал не одно поколение грамотных людей. И террорист, который по случайному стечению обстоятельств не взорвал симферопольцев 9 мая 2014 года. Так вот, кто заслуженный, почетный гражданин Парижа должен быть? Мехти Лагунов или Олег Сенцов? Алексей Валерьевич, спасибо вам огромное. Удачи и до встречи. Спасибо, до свидания. Итак, дорогие друзья, программа на самом деле подошла к концу. На несколько минут вас покинем и вернемся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин